Место происшествия Прямо сейчас. Найдено тело девочки, которая пропала без вести. Женщина прогулялась по Адлеру с пистолетом. Российская полиция отметила трехсотлетие. На днях мы давали информацию о поиске девочки, которая ушла из дома и не вернулась. Вчера она была найдена мертвой. Происшествие случилось в Новокубанском районе. 13-летняя школьница гостила у бабушки несколько дней. Вечером 2 июня пошла гулять и с тех пор не выходила на связь. К ее поиску были задействованы сотрудники полиции, казаки, спасатели и волонтеры. Тело девочки нашли в водоеме местные жители. При визуальном осмотре тела признаков, указывающих на криминальный характер наступления смерти, не обнаружено. Телесных повреждений на теле нет. С целью установления точной причины ее смерти назначена судебно-медицинская экспертиза. Новокубанским межрайонным следственным отделом Следственного комитета России по Краснодарскому краю продолжается проведение доследственной проверки. Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела для того, чтобы установить все причины происшествия. Прогулялась по Адлеру с пистолетом. Женщина размахивала оружием прямо на проезжей части. Пыталась выстрелить, не получилось. И не потому, что пуль не было, просто пистолет игрушечный. Но женщина этого не заметила. Она была в состоянии алкогольного опьянения. Ее прогулкой заинтересовались правоохранители. В отношении женщины составили административный протокол. Подробности этого дела устанавливают специалисты. Краснодарские правоохранители раскрыли кражу по горячим следам. Имущество украли из грузового автомобиля местного жителя. Происшествие случилось в юбилейном микрорайоне. Обратился в дежурную часть с этим сообщением свидетель. Очевидец описал внешность подозреваемых. Двое злоумышленников на проспекте Чекистов открытым путем проникли в кузов грузового автомобиля, откуда похитили два цепных привода стоимостью более 6 тысяч рублей. О произошедшем преступлении хозяин данного имущества узнал от сотрудников полиции. И уже спустя два часа по горячим следам злоумышленники были задержаны. Уже в отделе мужчины признали, что хотели продать чужие вещи, а вырученные деньги потратить на личные нужды. Подозреваемым грозит до пяти лет лишения свободы. Краснодарца госпитализировали по инициативе правоохранителей. Он болел открытой формой туберкулеза. Мужчина состоял на диспансерном учете в поликлинике, но врачей перестал посещать еще год назад. Выяснили это во время плановой проверки. Тем временем заболевание его прогрессировало. И он стал просто опасен для здоровья окружающих. Правоохранители настояли на его принудительной госпитализации. Сейчас мужчина проходит лечение. Работа в данном направлении будет продолжена. Вот что бывает, когда поспешил водитель автомобиля ВАЗ, двигался по улице Янковского и не уступил дорогу иномарке, которая ехала по Карасунской. В результате столкновения 12-я перевернулась и, можно сказать, прилегла на иномарку. Еще и дорожный знак задели. Пострадали в этой аварии только машины, а вот водители отделались незначительными травмами. Подробности этого дела устанавливают специалисты. Автомобильную тему продолжим в рубрике «Дорожные ситуации». Я предлагаю посмотреть подборку аварий, произошедших в Краснодаре за минувшие сутки. Все снято на видео камерами городского наблюдения. С подробностями Вероника Веретенникова. Ехал в пробке, а попал в аварию. Водитель на иномарке не соблюдал дистанцию. Это привело к столкновению. Он просто не успел среагировать. Рулевой перед ним остановился в пробке. Удар пришелся в багажник авто, но серьезных повреждений машины не получили. Водители тоже в полном порядке. Так что разъехались они самостоятельно. Спустя время. Не поделили дорогу. Водитель на белой иномарке выезжал с кольца, но завершить маневр ему было не суждено. Водитель легковушки подрезал до так, что иномарку развернуло на 90 градусов и отбросило на несколько метров вперед. Удивительно, что другие участники дорожного движения успели вовремя среагировать. Это помогло избежать массового ДТП. Пострадавших нет. Со своей бедой водители справились самостоятельно, после чего разъехались. И снова авария на повороте. Водитель иномарки не успел притормозить, чтобы пропустить автомобиль, который поворачивал на главную дорогу. Но завершить маневр ему не удалось. Автовладелец темной легковушки въехал ему в бок. Из-за ДТП появилась небольшая пробка. Пострадавших нет, кроме машин. Теперь им понадобится ремонт. 300 лет на страже закона российская полиция отметила юбилей. Правоохранители Кубани тоже в стороне праздника не остались. На торжественном мероприятии собрались руководители подразделений краевого главка, личный состав и ветераны органов внутренних дел. С приветственным словом к ним обратился Виталий Наумейко, временно исполняющий обязанности начальника главного управления МВД России по Краснодарскому краю. История Министерства внутренних дел тесно переплетена с судьбой страны и судьбами миллионов жителей. За время существования полиции на плечи российских стражей порядка не раз сложились ответственные тяжелые задачи. И во все эти периоды главной гордостью органов внутренних дел были сотрудники. Люди чести и долга. Для сотрудников органов внутренних дел такие понятия, как патриотизм, верность долгу и присяги, готовность к самопожертвованию наполнены особым смыслом. Отметили и лучших сотрудников. Им вручили почетные грамоты, благодарственные письма и памятные медали. Завершился праздник красочным концертом. Идет год волонтеров России. Правоохранители тоже участвуют в добровольческих акциях. Они посетили подопечных реабилитационного центра в Усть-Лобинске. Для ребят провели конкурсы, эстафеты и соревнования. Участников наградили почетными грамотами и призами. После развлечений ребят сводили на экскурсию к историческому памятнику. Именно возле него в годы немецкой оккупации были расстреляны фашистами 378 мирных жителей Усть-Лобинска. Стражи порядка вместе с ребятами провели уборку на мемориале. Кубанские приставы посетили школу-интернат в станице Березанской. Они поздравили детей с прошедшим праздником. Эти визиты стали доброй традицией. И, как всегда, гости приехали не с пустыми руками. Воспитанники получили подарки – спортивную одежду, снаряжение и, конечно же, сладости. Ребята сюрпризами остались довольны. Примерили новые кроссовки и майки, опробовали футбольные и баскетбольные мячи в деле. Такие встречи для воспитанников – настоящий праздник. Наш выпуск завершен. Берегите себя и соблюдайте законы. Я и мои коллеги следим за криминальными новостями, чтобы рассказать вам о них первыми. На этом я прощаюсь. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова